Бамс, братцы, всем привет, с вами Дава Дым. И сегодня у нас очередной флешбек-обзор продукта под названием Культ. Культ у нас получается родом из Германии. И сейчас я расскажу вам маленькую предысторию, как я познакомился с этим табаком. Но перед этим скажу, что у нас теперь новая традиция. Это традиция разыгрывать почти в каждом выпуске то, на что я снимаю. И у меня в данном случае осталось всего 4 нетронутых баночки Культа. И мы их разыграем. Ныряй сейчас в описание, выполняй все условия и жди 20 июля. Так вот, начинаем маленькую предысторию. С этим продуктом я познакомился в Украине, в городе Белая Церковь, Кальянный Берлога. Я его там прокурил и понял, что я должен забрать себе пару баночек. Я эти баночки выкупил и привез сюда в Россию, дабы быстренько снять на него обзор. И показать людям, что есть такой табак под названием Культы. Родом он из Германии. Но не просто так показать. Потому что когда я его прокуривал, я в нем почувствовал очень прикольные такие моменты. И я это отложил в папочку плюсы. Но во время курения также я и создал папочку минусы, про которые я расскажу сегодня. И про плюсы, и про минусы, и про сам продукт в общем. Так вот, что у нас есть? У нас есть 4 только вкуса. И один вкус последний я докуриваю. То есть у меня была еще одна баночка, и там оставалось совсем чуть-чуть. Я думаю, ладно, эти разыграю, а эту скурю. Получается, здесь у нас Golden Virginia и медовая основа. Это уже намекает о том, что в продукте есть какие-то отголоски аргелине. И мои догадки оказались верны. Потому что прокуривая многие вкусы, я сталкивался прям с реальной аромкой аргелине. Плюс он курится в принципе так же. Но есть маленькие минусы. Давайте я попробую сейчас их озвучить, а потом подойдем к плюсам. Первый минус, который возможно всех нас коснется, это сложность достать этот продукт на территорию Российской Федерации. Второй минус, который я не уверен, что это так, но могу предположить, что в России на него нет акциза. Третий минус, почти 90% на тот момент линейки, которая есть у культа, содержала ментол. Еще один минус, что многие вкусы хоть и крутые, прям яркие, сочные, дымные, но немного химозит. Теперь, что касается плюсов этого продукта. Он очень мягкий по курению. Он реально жаростойкий. За счет этой медовой вымочки, назову ее так, и влажности самого сырья продукт реально сложно перегреть. Вот сейчас мы с вами сидим, пиздим, болтаем, а чашечка на четырех углях греется. И я даже не коверкнув душой могу сделать вот так. Табак очень дымный. А реально многие вкусы прям курятся мягко-мягко, прям вообще сочненько-сочненько. Но вы не застрахованы, что какой-то определенный вкус просто вас захимозит до такой степени, что вы скажете, бля, не, надо курить что-то другое. Еще маленькая информация. Когда я это прокуривал, я понял, что с данным продуктом я в принципе уже знаком был заведомо давно. Я немного погуглил и нашел такую информацию на форумах, что этот продукт раньше назывался по-другому. У меня даже на него есть обзор. Но потом, погуглив еще раз, я почитал отзывы о данном продукте, перевел через Google переводчик и понял, что продукт полностью был изменен, полностью был ребрендинг, полностью была изменена вся технология производства. И ребята вышли с продуктом в новый свет покорять, так сказать, Европу. Про данный продукт также очень сложно много чего сказать, потому что у меня нет прямой информации от производителя, то есть нет самого производителя у меня где-то в чатах, с кем бы я мог что-то спросить. Поэтому я рассказываю только то, что я почувствовал, прокуривая данный вкус. И скажу так, вкратце подведу итоги. Табак интересный, если вдруг вы увидите его на полочках магазина, то обязательно возьмите себе одну баночку какого-нибудь прикольного вкуса. К сожалению, всю линейку я не прокуривал, а прокуривал только определенные вкусы, то не могу вам выделить, какие вкусы вам нужно прям конкретно купить. По факту, какой найдете, такой купите. Одну баночку будет достаточно, чтобы полностью создать мнение о данном продукте и понять, стоит ли дальше рыскать в поисках, грубо говоря, немецкой арджелине, либо забить на него огромный жирный хуй. Ну и также я еще раз напомню, что у нас есть конкурс, итоги 20 июля, так что ныряй в описание, выполняй все условия. Это был Дава Дым, это табак культ, который очень дымный, очень вкусный. Но при этом химозит иногда прям конкретно. Так что пока-пока, это был Дава Дым. Продолжение следует...